Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Ангелы на Рождество. И на Рождество. Это две темы. Я ввел занятия в лагере, но не в храме. В первом году, 1991 года. Я записывал в пропаде барабаш Игорь, староста. Но они оборванные, всякие. Но все-таки тут есть что послушать еще. Каждое было занятие по полтора часа. Ну а здесь оно может быть минут по двадцать только остается. Не больше. Дальше. История сохранила нам память об этой единственной ночи. Ночи. Не в палатах Цезаря, но ночи на полях Палестины. И свидетелями неожиданной вести были пастухи, которым было явление ангелов. Евангелие от Луки. И сказал им ангел. Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Вышних Богу, и на земле мир в человеках благоволение. Ангел может быть только в определенном месте, но не всюду. Как присутствует всюду всеиздесущий Бог. Потом это известие будет сообщаться от одного к другому и достигнет нас. Ангел значит вестник. Отсюда слова весть, известие. Известное всему миру слово Евангелие означает добрую, благую весть. Что такое весть и как ее воспринимают? Это ожидание какого-то известия. И если бы люди не ожидали этого, то они бы могли и не поверить. Пастухи не спали, чего-то ждали. В мире нарастала тревога, потому что весь мир задыхался во зле подарифской власти. В народе было ожидание какого-то освободителя, мессии. Об этом пишут и историки, и пророки. И ангел возвещает эту весть. В раю человек потерял свое достоинство. Когда Господь хочет что-то сказать, он кого-то посылает с вестью, пророков, апостолов, ангелов. Но когда выносит окончательный приговор, то Бог говорит сам. Предсотворение Бог знакомит Адама с заповедью послушания и с наказанием за нарушение ее смертью умрешь. Изгоняя из рая Адама за согрешение, Бог поставил Херувима с пламенным мечом охранять вход в рай и предотвратить доступ к древу жизни. Этот акт означал крайнее отвержение, как поясняет Иоанн Златоуст, когда Бог сам не через посланников возвещает в свою волю. Так, когда от девы стали стучать, чтобы он впустил их, то он отвечает им лично, сам, и не через посланников, не через вестников, а сам. Во-первых, двери закрыты, и во-вторых, сам выносит приговор. Это признак окончательного и бесповоротного отвержения. Никакие молитвы уже не помогут. У людей так, что если в первой инстанции дали отказ, как в районном суде, то есть возможность поправить дело через высшую инстанцию. Но когда уже за подписью президента или императора приходит отказ, то надежды поправить дело уже нет никакой. Жаловаться больше некому, только Богу. Здесь сам Бог выносит свой вердикт, виновен, и приговор об обжаловании не подлежит. Законный приговор вступил в законную силу. Бог – вселенский судья. Бог дал Адаму надежду, когда тот прощальным взглядом мог окинуть свои прежние обители. «Эта маленькая надежда все ярче разгоралась через известие, полученное от Бога, через пророка. И эта надежда все разгоралась и разгоралась, все уточняя и делая более зримыми эти послания от Бога. Бытие. «И вражду положу между тобою и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Но вам дремать не придется. Этот лукавый все время будет жалить вас в пяту. Там, где вы соприкасаетесь с земным. И он будет долбить и хватать вас. В Библии возвещают радостную и благою весть о приходе Мессии. Врок Исаия. «Итак, сам Господь даст вам из знамения. Сред древового чрева приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Спорят Адвентилий и Гависты, что он не Бог. Только не Эммануил, что значит с нами Бог. Вообще доказывать ничего не надо. Даже вообще другие места можно не брать. Одно это место говорит. И нарекут его имя. «И в веках все более уточняется, где родится Искупитель, какой он будет, кто его родители, каким будет образ его жизни и действия. Предсказанное Вифлеем и делало это место объектом внимания правителей». Евангелие от Матфея. «И ты, Вифлеем, земля Юдина, ничем не меньше воевоз ты Удина, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Вифлеем означает «дом хлеба». Человек в древности впустил запретный плод в раю, и, будучи изгнанным, должен был смирять себя, поститься и голодать. Согрешил языком, чревом. Языком и чревом страдает ныне 1 Петра. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Сегодня миллиардными тиражами издаются разные газеты и журналы, и все новое и новое известие накатывается волнами на человека. «И душа не может насытиться ничем внешним». И Иисус утешает. Иван Глитриана. «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я даю вам, ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. «Я хлеб живой, сшедший с небес. Идущий хлеб сии будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Из Ифлиема, из дома хлеба, приходит хлеб жизни, отдающий за нас плоть свою и душу свою. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что идущий его не умрет. Задача состояла в том, чтобы по исполнении ожидаемого, после получения Божьего дара, вновь вернуться в первоначальное бессмертное состояние. Идут вестники и возвещают, что Преснодева родит ожидаемого. «Наконец, Бог избирает сосуд, пренепорочную деву из Назарета. Ангел является ей, и этот день отныне будет называться Днем Благовещения, Днем Доброй Вести, Днем Благого Известия». Но это только начало. Благая весть прозвучала только ей. Даже Иосиф не знает о том. И потом только ангел возвестит это ему, как бы на ухо. Иван говорит Матфея. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию в жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». Она сообщает Елизавете, родственнице, которой сам Бог дал знамение через ее плод. Когда рождается Христос, то видим, как расширяется этот свет. Знают уже и пастухи, и знают волхвы. И так уж Господь попустил, что узнал и Ирод Палач. Но какая-то ошибка тут была в его Синедрионе, в его тогдашней Сергиевской поддеревной патриархии, что совершенно точно он не знал. И волхвов благословляет, кавычек, как саглятатов разузнать, где поточнее. Все. Все поточнее и сообщить ему. Тут же ее стоит. Ага. К тому дому, куда подошли волхвы, вела их некая ангельская сила. Явленный видит звезды, говорит Иоанн Златоуст. Мы не знаем, какая. По-видимому, это тоже был вестник. И шел не на высоте, а может быть на расстоянии 3-4 метра от земли. Если же понимать, как обыкновенную звезду, то она же за сотни километров всем кажется стоящей над ним. Когда эта ангельская сила отошла, а волхвы покинули Вифлеем, другой стороной, то... Дорогой. Дорогой, то Ирод посчитал, что над ним насмеялись. Терран старается всеми доступными ему силовыми структурами погасить эту проговорящуюся звезду Востока. Вероятно, что и цари-дворцы после этого допроса их рассуждали между собой. Ибо это было так неожиданно для всех и для них. Может быть и доказывали друг другу, уточняя местонахождение рождения царя-царей. Но призыв о благовестии снова заглох. Никто ничего не протрубил по стране. Христос растет, и мало кто знает суперрисшедшего в Вифлееме. Эта надежда погасает и в самой Матери Иисуса. Евангелие от Марка. И услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. Да, тронулся умом. Что он не в своем уме, как умалишенный, и пришли забрать его, чтобы он, чего не натворил такого, за что не рассчитаться. Она была не такого же высокого мнения о нем. От рождения 30 томительных лет сокрыто сущее. Дьявол разрыскает по земному шару, и он знает, что где-то здесь. И когда Господь выходит уже на последнюю стадию перед проповедью, дьявол трижды задает ему вопрос. Евангелие от Матфея. Если ты сын Божий, скажи. То есть у него все еще идет сомнение. Он ли это? А ангел, возвестивший эту благую весть, теперь, когда рождается Христос, возвещает ее еще не всему миру. Когда Господь одержит победу над дьяволом, и это еще не окончательная победа, но только один из этапов. Битва разгорится еще более тогда, когда сойдет на землю Дух Святой, который облечит мир, а не правде. Евангелие от Иоанна. Он, придя, облечит мир о грехе, и о правде, и о суде. Вот теперь эта благая весть, проповедь, Евангелие, зазвучит до конца вселенной. Вот теперь только начинается. Евангелие от Матфея. И проповедана будет Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Евангелие от Марка. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Вот оно, истинное благовестие. И теперь уже будет через вестников и через посланников. Посланник по-гречески апостол. Вот это и есть то, что мы сегодня слышим. Господь посылает этих вестников и называет их ангелами. Откровение. И ангел из миронской церкви напиши. Так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Это предстоятели. Наш епископ, это ангел нашей церкви. Все епископы носят название ангелов. Весть о воскресении Христа зазвучала над миром. Зазвучит ли она через нас? И являемся ли мы этими посланниками, ангелами, через которых звучит благая весть победы над злом, над грехом, над тьмою? А как ожидают люди вести? Соломон говорит прище, что холодная вода для истомленной жажды души, то добрая весть из дальней страны. С каким-то мнением ожидают весть. И для них, кто приносит эту весть, это как холодная вода в жаркий день. Как человечество ожидало этой вести? Как иссохшие души людей ждут сегодня того, кто к ним придет? И люди идут и проповедуют. Но что они проповедуют? Проповедуют с примесью яда и еретичества, с примесью человеческих вымыслов грязных. Поприще битвы еще не закончено. Ангел Господень ждет своих благовестников. И на первом месте женщины стоят. И это более всего удивительно. А у нас как раз женщины-то и спрятались, и нигде их не видать. Первыми возвестили они воскресенье Спасителя Апостолу. От вас только мужское население может услышать эту весть. Но это еще всего лишь один из этапов вести. Когда мы доходим до книги Откровения, то видим этих ангелов. Они возвещают миру о великих казнях. И наконец над всем миром проносится ангел и несет Евангелие. Книга Откровения. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Евангелие означает благая весть. То есть последнюю великую весть несет тоже ангел. И говорит, времени больше не будет. И вот тогда и начнет торжественный вход свой царь царей. И сядет он на престоле, и ангелы будут пред ним. Даниил. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись в книге. Один из ангелов возвестил Деви Марии. Потом великий хор воспел на полях вифлеемских. И сегодня ангелы возвещают нам эту весть, чтобы мы ее понесли миру. Придет тот последний день, когда битва закончится, и дьявол будет брошен в озеро огненное. И уже не через ангелов, но именем ангела будет назван и известен он, сам Христос. Для многих это тоже является непонятным. Ангелы-духи. И люди называются ангелами. Но как может быть ангелом Господь? Пророк Малахи. Вот, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь передо мною. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот, он идет, говорит Господь Саваоф. Откровение. И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Этот ангел возьмет дьявола и бросит его в озеро огненное. И сегодня нам напоминает один из таких моментов борьбы Бога с сатаной, который говорит, что придет этот вечный, единственный Эммануил, то есть с нами Бог, ангел завета, который закончит эту битву. Об этой битве Достоевский говорит, что она идет между Богом и дьяволом в сердцах людей, на этом полигоне смертного боя. И тогда Господь небо и земли вынесет последний и окончательный приговор. Где окажется каждый из нас? Вот об этом мы должны думать. Сегодняшний день, в который необходимо решить, где мы будем? Говорят, что самый большой праздник у католиков – Рождество Христово, а у православных – Пасха Господня. Но все-таки последний, окончательный шаг будет сделан, когда ведет Господь, ибо сядет на престоле славы своей, и верный войдут в райские обители. То есть человек некогда вышел, выпал из рая, и Бог изгнал его, не пользуясь ангелом, и снова принимает человека, не прибегая к посредничеству ангела. Сам Господь начал эту мировую историю с родом человеческим. Сам же ее и окачивает. Послав на испытания Адама, сам же и принимает этого блудного сына. Ангелы будут участвовать уже только в наказании, поэтому мы обращаемся к ангелам, как к слугам Божьим, к Христу, рожденному Девой Марии, к самому Богу, который нас сегодня убеждает, чтобы мы эту благою весть, которой мы так радуемся, понесли бы ее другим. Как это сделать? Или в письмах, или поприветствовать, или распространить наши материалы о истинной Церкви Христовой и о Благой Вести. Пусть Господь положит нам это на сердце. Аминь. Говорят, что русский идет в Казани, говорит, и идет татарин. Он говорит, Христос воскрес, а тот не знает, что... Ай, Христос, молодца, что воскрес. Ну все, тема эта... Пустьcolки вселенный. Вот это... Могу.